Американец Джон Рокфеллер вывел важную для обогащения формулу. Деньги любят тишину. Белорус Сергей Пранович полюбил банкноты не меньше, чем известный миллиардер. Но, видимо, забыл ключевую фразу. И шелест купюр в его кабинете услышала вся страна. Директор столичного дворца спорта так часто брал взятки, что научился считать деньги со сноровкой банковского кассира. Как выяснили оперативники, он требовал мзду буквально со всех клиентов, арендовавших помещение. Торговцы сладостями, организаторы кошачьих выставок, устроители концертов, поставщики оборудования, директора частных предприятий, даже спортивных команд несли и в конвертах, и просто отсчитывали на месте. Этот человек, уверяют оперативники, о ком в прямом смысле можно сказать ничего святого. Пранович потребовал взятку даже с монахинь, пригрозив, что если ему не дадут денег, он не даст отпраздновать вербное воскресенье. Сестры не смогли собрать нужную сумму, но директор жалился и разрешил рассчитаться иконами и церковной утварью. У меня сложилось впечатление, что он просто патологически жаден. Брал взятки всем, чем угодно, от дрели и шуруповерта до микроволновой печи, от билета на концерт до бутылки алкоголя. Мастер речитатива Оксимирон высмеивает в своих песнях жадность продажных чиновников. Знал ли рэпер, что еще до того, как он приехал в Минск, его выступления во дворце спорта уже оплели коррупционной паутиной? Спасибо. Сергей Ильич, знаете, что хотелось спросить? Ну? Мы же юридический адрес не будем менять на офисе. Можно ли нам, если вдруг какой-то крупный концерт, там Оксимирон у нас сделает? Да, будет. Мы там выставляли точку раньше. Можно ли мы там будем столик ставить? Ну, там с водой или что? Ну, поставите, конечно. Обзаведясь шикарным коттеджем и дорогим внедорожником, повелитель дворца только нагулял аппетит. Он масштабно грабил госбюджет. Намеренно занижал стоимость арендной площади, чтобы у арендатора остались деньги для отката. Никаких намеков, говорил прямо. Дайте. Ну, просто там, когда будете решать финансы, там... А финансы, что вы имеете в виду? Ну, с проведения мероприятий. А аренды? Да. А, да, конечно. Я, ну, сразу же там, например, как человек позвонит, так мы привезем оплату, и в сайт он с СМС даже не отрицает. Ну, понятно. Это понятно, да. Но когда мы там проводим мероприятий, там учитель будет еще участие в финансах. Ага. Финансово. Хорошо, я поняла. Это уже сами вы посмотрите, насколько вас... Как это будет позволять? Все. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. После задержания проновища в КГБ выстроилась целая очередь потерпевших ранее, считавших директора неприкасаемым. Спецслужбы в очередной раз продемонстрировали. Таких в Беларуси нет. Невзирая на должности погоны и степень родства, коррупционеры в наручниках отправляются за решетку, а их руководители в отдел кадров за трудовой. Как это и произошло с министром спорта и туризма, под чьим началом трудился Пронович. Требования президента по бескомпромиссной борьбе с коррупцией в госорганах известны. Александр Лукашенко не раз обращал внимание руководителей на персональную ответственность. Ведь подчиненный коррупционер – это потенциальная статья для начальника. Статья 43 закон о борьбе с коррупцией персонально устанавливает ответственность руководителя за организацию борьбы с коррупцией. Заключается в том, что руководитель организует борьбу с коррупцией, несет персональную ответственность за своих подчиненных в случае совершения ими коррупционных правонарушений, правонарушений, создающих условия для борьбы с коррупцией, привлекает, должен привлекать их к ответственности, а также информировать государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, о случившемся факте для дачи ими правовой оценки. Еще один министр лесного хозяйства лишился должности за то, что за этим самым хозяйством не следил и позволил пилить народное достояние и откаты. Лесхозы умышленно занижали сортность пиломатериалов. В результате бизнесмены под видом бросового сырья закупали продукцию высшего сорта. Закупки шли и через участие в договорных торгах на бирже. Задержаны должностные лица Минской, Могилевской, Брестской и Витебской областей. Почти все уже признали свою вину. Ответят и руководители, не разглядевшие взяточников с высоты своих кресел. По данным Международного антикоррупционного агентства, в мире нет стран, которым бы удалось победить коррупцию. Даже в Китае, где за взятки предусмотрен расстрел. Главное, по мнению экспертов, насколько государство способно противостоять этой болезни. Именно благодаря жестким мерам в Беларуси коррупция не носит системный характер. От общего числа преступлений это примерно 2%, которые заставляют стремиться к нулю. Дмитрий Семченко, Алексей Михальченко, Юрий Лубовников, ОНТ.